Друзья, всем привет! С вами Пират. И вот, наконец-то, Stoneheart вышел в версию 1.0. Наконец-то он релизнулся, и мы теперь можем посмотреть на полноценную кампанию за первопроходцев. Королевство Категат, да, королевство в антарктическом биоме. Мы будем дальше продолжать играть. Но потихонечку, не спеша, пор будет сейчас сделан на одиночное прохождение. За первопроходцев релизной версии. Я наставил большое количество модов. Могу вам его показать. Смотрите, видите, очень-очень-очень много модов я наставил. Если кому интересно, тут есть моды, конечно, и на постройки, да. А есть и такой мод, как вот Settlement Decor. Где он у нас сейчас? Может, где-то ниже, да. Stoneheart Cafe, например, да. И многое-многое другое. Ну, вот здесь что-то можно открыть. Это, наверное, можно что-то было посмотреть, но не показывают. Ладно. В общем, большое количество модов. Надеюсь, игра не будет глючить. И мы спокойно поиграем с большим количеством модов. Там профессия довольно-таки интересная. Так что, давайте начинаем. Также у нас будет в таком биоме интересном. Вот у нас будут первопроходцы. Все квесты будут присутствовать на них. И у нас вот такой вот лоркис биом. Здесь мы будем играть. Здесь также вот арктический биом. Но мы вот здесь вот будем играть. Здесь такие вот островки интересные. И мы попробуем там, на островке, сделать свой уютный уголок. Играть будем, конечно же, на сложном уровне. Давайте приступим к выбору состава. Так. Нам нужен, как обычно, воин. И парочку. Вот неплохой воин. Смотрите, плюс он... А, перышко. Да, ходит немного быстрее остальных. Только проблему у него с физической нагрузкой. Нет, ну это не пойдет. Давайте зарандомим. Вот единственное, что ненавижу отрандомить. Потому что потом фиг, что совпадет. Серьезно. Так, нам надо, чтобы был... Вот, крафтер. Ну это такой себе крафтер. Вот воин есть хороший. Вот, в принципе, лучник даже хороший. Так. Вот крафтер неплохой. Спыльчивый никогда не отступит в бою. Даже если придется. Ну вот, его бы лучше к воинам каким-то. Ладно, давайте еще чуть-чуть по рандомим. Вот. Крафтер раз. С большим рюкзаком. Плюс шторм... Чейсер. Да. Хороший будет зверолов. Вот еще один. Травоядный и чуткий. По общему настроению города. Прямая зависимость от общего настроения города. Неплохой воин. Самоуверенный. Давайте вот его под рандомим. Что это? Козел. Есть все, что предлагают. Так. Давайте что-нибудь еще по рандомим. О, хорошая. Четыре-три пойдет. Нам нужно теперь с хорошей книжкой. Была вот хорошая книжка. Но надо, чтобы была у него душа мастера. Или что-то вроде этого. Так. Вот. Крафтер. С четвертой книжечкой. Ну, сойдет. Сойдет четвертая книжечка. Все. Принимаем состав. Поехали. Так. Начальные ресурсы. Беру обычно торговый караван. Потому что здесь есть и травник, и стражник. Сразу сделать травника стражника. Чтобы не было, как на стриме. В общем-то. И выходить побыстрее в клерика. Все. Выбираем. Плюс еда будет со зверолова. Выходим сюда. Так. И мир. Мир, да. Семя. Я уже нарандомил себе. Интересное семя. Чтобы тут не сидеть, не рандомить. Плюс посмотрел, как мы там будем строиться. Интересненько. Так. Если я не ошибаюсь, то вот это вот. Нам нужна позиция. Я ее выбирал как-то вот. Так вот, по-моему, да. Вот это я хотел обстраивать. Или вот это. Вот точно не помню. Давайте вот так вот захватываем территорию. По-моему, внизу. Вот здесь вот. Вот этот вот остров обстроить. Хотелось поселиться здесь. Поехали. Любопытство увеличивает скорость набора опыта. Надеюсь, очень быстро прогрузится это все. Сегодня мы так расчертим себе место для первого домика. Построим там первый домик какой-нибудь. Чтобы было уже где спать. Может быть даже столовую. Я бы сразу поставил, наверное, не домик, а спальню и столовую. Так. Да, вот в этот. Вот это вот мы будем обстраивать. Смотрите, здесь даже есть вот такой вот заячья, да? Статуя. Вот этот вот остров полностью. Я хочу его обстроить забором. И построить здесь внутри город. Да. Значит, что мы делаем? Значит, мы селим наше поселение примерно где-то вот здесь вот. Отличненько. Теперь перемещаем еду вот сюда. Вот эту для начала. Перемещаем, перемещаем. Убираем здесь. Видите, здесь и кактусы есть, и деревья, и лен. То есть, все-все, что нам нужно. Даже ягодки. Где-то я видел здесь даже сами кактусы. Да, вот видите, кактусы есть. Ну, в общем-то, все-все-все здесь есть, что нам нужно. Здесь нужно лестничку поставить. Собрать вот эти вот ягодки. Цветочки, вернее. Конечно же, цветочки. И срубить вот эти вот деревья. Потому что вот здесь по кронке у нас будут идти ограждения. Ограждение довольно-таки красиво выглядит. Сейчас я вам покажу, как это все примерно отображается. Так, это тоже снести деревья. Здесь у нас сейчас будет сразу же вход в наши недра первые такие. Здесь и здесь. Теперь срезать. Вот так. Вот одна комната будет. И вот здесь вот вторая. Вот такие две комнаты. Так, птица прилетает. Ну, сто раз уже читали. Это от первопроходцев. Письмо принесли. И за уважаемая экспедиция 57. Я надеюсь, это письмо вам поможет. Скорее всего, вы уже разбили лагерь. Как ваш главный связной, я имею основание удаленно официально представить ваше поселение. Полагаю, у вас было время выбрать название. Как достоверно известно, каждое поселение должно быть... Должно выбрать знамя. Знамя отражает дух и видение. Тот самый фактор, который объединяет экспедицию. Что же вы прогнозировали, когда выбирали место? Запомните, каким хотите видеть свой город. Ваше знамя установит это направление развития. Следуйте ему. Выбирайте с умом, друзья мои. Я буду ждать вашего ответа. Ваш друг, мэр Крепкорук. Так. И вот теперь нам нужно выбрать знамя. Берем знамя силы, потому что... Как минимум, стоп. Надо уже его взять, чтобы пространство не влияло на рассудок. И... Исланд назовем просто. Не, давайте остров, остров, невезение. Вот, точно. Хотя, как корабль назовешь, так он и поплывет. Блин. Я бы назвал какого-нибудь остров, остров, остров. Не знаю, какой-нибудь остров. У нас плохо, что... Давайте вот это вот остановить. Не хочу я, чтобы вырубили здесь. Сейчас весь камень уйдет. То есть на 50% больше у нас руды и камни. Дропнется с этого всего. Давайте здесь тоже паузу поставим. Какой же остров назвать? Остров силы может как-то так. Ведь мы выбираем поселение. Учетом на силу, да? Знамя силы. Блин, даже не знаю, если честно. Может просто нарандомить. Маунтенфорд, лаунч Айсерес, Роуз Глин. Даже не знаю. Вот серьезно. Как-то не задумывался о названии. Остров релиза. Давайте вот так вот. Остров релиза. Да? У нас релиз в стиме. Поэтому будет остров релиза точно. Все. Застава принята. Остров релиза. Это вроде как такое и женское название какое-то, да? Но должно быть довольно-таки интересно, красиво. Баклак этот лазит. Так. И пока у нас это все строится. В принципе, мы можем первое поставить, что нам надо. Первое, что нам надо, это вот здесь вот перекрыться. Вот таким вот ограждением. Вот так вот делаем. Теперь добавляем здесь уголок, чтобы никто не уволок. И вот так вот перекрываемся. Дальше, что у нас? Вот сюда будем вытягивать. Вытягивать это все, вытягивать. Как это делать будем? Вот так вот. И подтаскиваем вот сюда вот. Дальше я буду вне записи вот это вот делать, чтобы... В принципе, я не думаю, что... Так, вопль птиц опять. Вы не знаете, как раньше вы не заметили. Да, тут сосиски нам, птичка улетает. Отличненько. Почему я не могу? Ага. Тихо. Вот так вот. И вот это вот так вот. Вот, все, отлично. Вот этот угол уже можно построить. В принципе, хотя бы еще вытащить. Вот, вот эту вот штуковину. Отлично. Теперь вот так вот подтащить. Вообще все прекрасно. И теперь осталось тут минимально. Вот это вот. И нижняя. Все. Вот так вот начало у нас уже положено, да. В принципе, вот эту вот штуковину можно начинать даже строить. Только после того, как мы сделаем первых... Смотрите, сколько у нас ремесленников. Что нового добавилось, так это... Ну, геомансер обязательно посмотрим. Садовник и скляр, да. Я не знаю, как даже назвать. Ну, по работе со стеклом, в общем-то, человек у нас будет. Давайте с книгой. Кто у нас тут хороший будет? Вот ты, да. Сменить профессию. Ты у нас будешь хорошим плотником. Нужно сразу еще воина назначить. Это я же придумывал какого-то себе воина. Да, сменить профессию. Воин. Сейчас сразу всех назначаем. Воин. Так. Ну, и в принципе, вот здесь можно начинать строительство. Как раз первые жители к нам придут. Все будет в порядке. Почему-то желтеньким у нас тут все высвечивается. Вот, зелененьким. Ага. Так, вот это вот скрафтить. Стражник первого уровня. Отлично. Плюс я там тоже мод поставил на такие доспехи, да, деревянные. Вот, смотрите, щит. Такие вот копье. Ну, и вот такие вот штуковины. Даже есть жилет, да, с дерева какого-то, с листьев или что-то вроде этого. Так, ну, блин, вы все отдыхаете. Вы офигели. Нам нужна в первую очередь еще еда. Еда нам нужна. Поэтому. Где у нас тут? Вот ты, по-моему, да? Сменить профессию. Звероловом будешь. Что у нас? Новый житель придет. Ну, в принципе, нужно 275, а у нас 149. Может и не прийти. Если они сейчас начнут какое-то строительство более-менее. Тогда может все и получиться. Зверолов где-то будет работать вот здесь вот. Пока что. Да, может он ловить зайчиков. Правляйся. Даже скорость немножко увеличим. Так, это поставили. Давайте. Поставим. У нас склады где-то будут вот здесь. Поэтому наши станки ставим тоже вблизи вот этой вот горы. Потому что склады все будут где-то вот там вот. Так, что у нас? Капитал. Вот, будет. Так, житель у нас будет новенький. Хорошо. Давайте не торопимся. Сделаем им место, где они будут спать первое. Хотя я бы сразу, наверное, бы построил какую-нибудь хижину. Да, большая хижина. Большую хижину поставил бы. Пускай бы они там и отдыхали. Так. А как бы нам ее поставить? У нас все в деревьях. Да, пока что непонятно, где что будет. Вот бы не ошибиться. Хотя, если мы перенесем вот эту вот штуковину. Вот эту вот штуковину. У нас тут будет все тесненько, так, довольно. Поэтому будем много чего переносить. Так вот, с места на место. Так. Это то же самое. Нужно два локти в сторону. Чтобы здесь ничего не было. Дерево вот это убрать. Так, лен дикий, блин, тоже мешается. Так. Так. Сюда его, все. Ну, давайте подускоримся немножко. Я не понимаю, почему он не отдыхает. Приближаются захватчики. Ну, с этими захватчиками он должен легко справиться. Или нет. Ежедневный отчет, в принципе, жителя мы принимаем. Так, что у нас тут? Новый житель. Хорошая книга у него. Хорошая книга. Значит, с хорошей книжкой будешь у нас травником. Так, травник есть. Теперь. Смотрите. Либо вот такой вот, да, лаборатория тут прям есть. Тут тоже большое количество вот добавилось разных предметов. Чуть позже будем разбираться. Там что-нибудь крафтить интересненькое. Нам нужны баночки в первую очередь. Баночки минимум 10 штук, чтобы постоянно было. И рвать вот эти вот цветочки. Травник там, да? Да. Крафтит. Ну, не бросай. Не бросай, пожалуйста. Не бросай. Давай его сюда тяни. Сразу. Вот здесь вот став. Да. Пока что места нету. Нам нужно залезть вот в скалу хорошо. Залезть хорошо в скалу. В принципе, здесь нам нужно сделать обмундирование для нашего воина первое. Я бы даже вот это все добавил бы. Вот это. Второй уровень, в принципе, не за горами. Здесь третий. Третий тоже недалеко. Так. И поставил бы, наверное, наверное, все-таки спальню где-то вот здесь вот внутри. Сделал бы 10 кроватей. 10 кроватей. А в соседней здесь вот какую-то столовую. Да. Вот здесь дальше склады какие-нибудь или что-то вроде того. Ну, красиво бы тут все наставил бы. Если честно, расположил бы. Давайте штучки 3. Вот такое вот. Дребедение. Вот разных штуковин. По 3 штучки сделаем. И в следующей серии уже будем это все расставлять здесь красиво. Деревянных стульев штук 10. Не знаю. Пускай крафтит. Деревянные стулы. Они у нас разные есть. Ты смотри-ка. Хорошо. Так. Где у нас обеденный стол? Тоже штук 5-6. Вот так вот. но в принципе наверное бы бочку. Бочечку штук 5 бочечек нужно сделать по-любому. Бочечки нужны. Но в принципе наверное бы вот так вот. И хватит. Дверей. Дверей можно сделать побольше. Это крутые сильные двери. Украшенные. Это узкие. Нам нужны вот туннельные двери. Да. Штук 5 туннельных дверей. Все. Пускай крафтит. Чем вы тут заняты? Спят. Отлично заняты. Ну. Спать тоже надо. Что тут банки крафтятся. В принципе. Я бы еще с сундуков. Нам какой-то склад нужен. Но я хочу его сделать с сундуков. Small case на 10 итемов. Это понятно. Это на 8. А вот на 32 материала например. Да. Второго уровня. А здесь насколько. Use to hold liquid or other thing. По идее здесь можно набирать с колодца в воду. Вот эти вот бочки. Давайте две штуки сделаем. А вот здесь большое количество материалов можно слаживать. Но я бы хотел вот эти вот сундуки. Давай-ка их штук 10 больших и штук 5 маленьких. Там красиво как-то расположим. Сделаем склады такие нефиговые. Так. Ну понятно что плотник трудится остальные все на перекурах. Только почему вы не переносите вот эти вот вещи? Ну да. Собирают они тут дерево. То это плотник собирает. Еды пока что хватает. Общего капитала тоже хватает. Но не все так радужно как хотелось бы. Восстановить, возобновить. Может вы пойдете там что-то делать? ну в принципе они строительством то занимаются. Занимаются. Много им осталось еще по идее нет. Да, нам бы еще каменщика сделать потому что тут и каменные предметы есть в этих стенах. Каменщика обязательно нужно сделать. Торговец. Вот первый торговец прибыл. Может продать вообще ничего нету. Ну по-моему баг. Потому что минимум у нас там какие-то семена должны были быть. Ладно, давайте ждать пока не достроят. Придет новый житель. Плотник второго уровня. Сейчас он скрафтит двери. Предметы для воина первые. Почему воина не хилят я не знаю. Потому что наверное нужна кровать какая-нибудь. Да, вот это все перемещают. Это семена все валяются. Это не беда. Вот это тоже все вот сюда куда-то в кучку. Тоже все перетаскиваем. Да, они бы если бы вот сюда прокопали, я бы здесь сделал бы уже склад какой-то. Ну давайте временный склад делать. Куда деваться. Временный склад примерно вот здесь вот. Вот такой вот временный склад. Все сюда сложим. Ежедневный отсчет. Новый житель. Отлично. Так, присоединился к нашему острову. Ой, смотрите, сердце мастера плюс роскошная борода. Отлично. Неплохо. Если у тебя сердце мастера, тогда нужно тебя сделать мастером. Сейчас мы зайдем. Ну, плотник, конечно, пока дойдет до того, чтобы сделать предмет, где он, да, кувалда и клинками натеса, конечно, пройдет большое количество времени. Мы тут давайте попробуем переместить. Надеюсь, что ничего не сломается. Нет, ничего не сломалось. Все, неплохо работает. Ну, теперь хотя бы они переносят все эти предметы. так, семя дикого льна. Нужно его посадить. Это что такое? Ягодки. Тоже садим. Давайте. Так, что у нас еды? Пища 188. Ну, хватает пока что пищи. Это вот забери. забери-собери называется. Так, а что может все-таки давайте вот здесь все-таки в склад ресурсов пока что будет. Ресурсы. И здесь тоже склад ресурсов. А вот здесь вот уже первые такие комнатки поделаем. вот так вот. Вот первая комната. В принципе, вот здесь вот они будут кушать. Вот так чуть побольше. Нормально. Будут кушать. А вот здесь вот они будут спать. Вот вот так и вот так. Все. Мне нравится. Здесь можно сделать даже какой-то небольшой склад каких-то предметов. Так. Чуть бы по-другому. Если бы я длиннее протянул бы, а ну стойко удалить. Хватит тут рубать. вот здесь вот они у нас кушают. Вот здесь они у нас кушают. Теперь туннельчик вот такой вот. Вот здесь вот они у нас получается спят. Вот здесь вот. Ну блин, не получается все равно как хотят чего не получается. Вот получается да. Вот так вот только. Все. Здесь у нас такой небольшой будет поставить какие-то сундуки красивые и там будем хранить не знаю там доспехи или что-то вроде этого. Так по идее мы можем сделать так 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 подожди это ты или не ты вот у него роскошная борода плюс сердце мастера. Сменить профессию каменщик каменотес отлично да нам бы захилить нашего воина блин каменотес да давайте собирать еще вот эти вот тихо куда ты меня везешь что это такая за кнопка я уже не забыл что тут есть такие кнопочки лен посадим я бы посадил какие-нибудь так ну ягодки тоже можно посадить пока что дикая семя пеларгония вот да вот это нам нужно очень очень давайте где-то вот здесь вот так это деревья все дуб и сосна это нам все не нужно пока что нити спят на улице они сейчас будут расстраиваться сильно из-за этого что им приходится спать на улице так что это ой какие предметы красивые нам привезли но увы единственное что могу что-то попродавать также предметики я не особо тут есть что продавать так плотник третьего уровня и вот они захватчики приближаются наш воин где-то есть иди сражайся с ними он уже да в доспехах и в принципе его хилят это уже хорошо в доспехах сейчас будет сильнее разваливать палкой бьет да он справится нам нужно уже второго воина делать что на житель приходит да житель пока что еще приходит давайте поставим станок каменотеса в следующих сериях там уже будем наверное крафтить для них первые домики я хотел уже здесь поставить хижину но мы пока что залезем вот в гору и там сделаем место такое первичное так это уже все крафтится здесь нужен второй уровень ну я думаю второй уровень если не получит то мы его добьем от кроватками 20 кроваток 20 кроваток давайте мы уже хочу в сегодняшней серии чтобы это достроилось вот уже начинают ставить так сейчас отчетик будет да давайте мы назначим еще одного воина так ежедневный отчет принимаем скажи что ты хороший воин да он отличный воин 16 так увлеченный гончар конечно плюс садовод кажется может разговаривать с растениями мечтает стать гончаром возможно теперь у него есть шанс давайте мы пока его тогда трогать не будем возможно у него правда есть шанс стать гончаром посмотрим что у нас тут какие воины есть ну вот он увлеченный гончар но есть чуть похуже плюс травоядный друг животных в меньшей степени растений чутки очень восприимчив к общему настроению города прямая зависимость от общего настроения города так и нам нужно как минимум сделать деревянный меч вот он чуть не пролистал давайте сюда подвинем и вот эти вот предметики тоже скрафтим все по одной штучке второй воин уже нужен сейчас придет какой-нибудь посильнее соперник противник и будут проблемки так да у нас переносят последние предметы тут заканчивают все зверолов второго уровня отлично я бы посмотрел что у нас нет эти не сделались я думал возможно двери есть я бы уже двери поставил чтобы красиво было здесь двери установили здесь уже двери есть да не хватило нам второго уровня пока что еще а сколько ему до второго до второго но чуть-чуть сейчас пару кроваток сделает и получит второй уровень стопудово берет предмет вот быстро и крафтит 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 умничка воин где у нас воин анчар сменить профессию воин нужно было какой-то наверное еще мод на воина установить я не знаю каких-то магов сделать может было бы легче как минимум играть так теперь у нас два воина и это прекрасно давайте лен собирать лен очень нужен так как когда мы сделаем ткача он в принципе его весь переработает так что здесь здесь в принципе баночки похожи на крафчины ну давай-ка еще просто делай делай банки нам нужен клерик срочно вот эту вот штуковину поставим в принципе кожа о все здание построилось видите ну вот таком вот стиле это все будет можете себе вот представить и вот так вот по кругу вот этот вот весь остров вот вот так вот так вот так вот так здесь конечно видите будет проходить что у нас так 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 продать ладно потом все здесь будет проходить забор здесь в принципе может будет мало каких-то строений но мы сделаем например здесь рынок какой-нибудь просто будет дорога стоять будут палатки торговые да где будет так вот узко сильно а вот здесь в принципе смотрите довольно таки широко здесь получится хороший городок довольно красивый я надеюсь что вы поддержите это видео лайком поставляйте комментарии пишите может свои какие-то идейки есть у вас а на этом у меня все ребят в общем подписываемся на канал ставим лайк оставляем свои комментарии с вами был пират и играйте только в хорошие игры